Вы не понимаете, это другое. Всем привет, дамы и господа, с вами Эдисон и сегодня хочу вам показать обновленную версию моего пака байков. И давайте смотреть. И первое, что я обновил, это зачем-то я обновил Freeway и Wayfarer. Теперь это вот такой вот Harley Davidson. Вот одна модель, вот вторая. В принципе, вы можете их не менять, если вам нравятся прошлые модели. Но, что стоит поменять однозначно, так это Fissier 900 и PSG 600. Также у этих моделей есть поворотники, хорошие качественные модели. Они весят очень много. Это говорит то, что модель качественная, хорошие текстуры. И пожалуйста, вот что одна, что вторая модель использует поворотники и FW. Довольно-таки приятные, CJ сидит очень-очень хорошо. Ладно, давайте посмотрим остальные наши мотоциклы. Я бы сказал, козыри. Ребят, тут столько ацтеков заспавнилось. Мне аж как-то не по себе от этого всего. Ну ладно, смотрите. Теперь у нас вот такой Fissier 900. Это Ducati от Alfa Team. Ducati Monster. Очень классный, шикарный, быстрый Fissier. Есть даже поворотники. Работает и FW. Модель мотоцикла просто супер. Посмотрите, вращается руль. Ну, наверное, руль. Я бы так его назвал. И это очень классно. Так, это была Fissier 900. И вот стоят мои самые любимые мотоциклы PSG 600. Вот серьезно, эта модель, наверное, моя самая любимая среди всех мотоциклов. Просто посмотрите на эту красоту, друзья. Какая красивая проработка. Как же он красиво смотрится. Это нечто, друзья. PSG 600 это топ. Также работают поворотники. Она перекрашивается. Два цвета можно покрасить. Вот я заспавнил еще синюю модель, красную. Можно зеленый покрасить цвет. Вот фара передняя, пожалуйста, посмотрите. Это шикарно. И также работают такие вот подножки. Обратите внимание. Мы встали с мотоцикла. Подножка заработала. И он стоит на подножке. И это то же самое у второго. У Fissier 900. Мы садимся. Все, подножка пропадает. Это как-то прикольно сделано. Я не знаю, как они так сделали. Но это шикарно. Спасибо, Alfa Team. И также я обновил велосипеды. Давайте их тоже посмотрим заодно. И вот наши велосипеды. Это Bike, BMX и, конечно же, горный. Две модели взяты из GTA 5. Одна модель вот эта взята от автора геймера. Довольно-таки хорошие модели. Цепи вроде вращаются. Педали тоже. Посмотрите. Этот из GTA 5. Хорошая модель на самом деле. Как-то велосипеды подбирать мне тяжело. Потому что в них я особо не разбираюсь. Но есть небольшой баг. Когда мы садимся в BMX, то наши ноги пропадают. То есть они просто оказались как-то в земле. Но когда мы просто вот так вроде движемся, то такого бага особого нет. Но я думаю, мало кто этого замечает. Возможно, вам не понравятся эти велосипеды. Можете их удалить. Либо поставить какие-то свои модели. Это тоже приветствуется. И давайте вкратце расскажу, что еще я обновил в данном паке байков. Ну а перед тем, как мы поедем, еще раз покажу мой любимый мотоцикл PSG 600. Это вот такой вот Kawasaki. Я его перекрасил даже. Посмотрите. Вот два цвета. Вот черный и зеленый. Хорошо. Давайте поедем. А я буду попутно что-то рассказывать. Итак, я убрал Fastman Limit Adjuster. Обновил вспомогательные модификации. Тоже это нужно было сделать, как я считаю. Потому что есть новые версии обновленные. Также что я сделал. Да, заменил байки, точнее велосипеды и некоторые байки. В принципе все. Вот эти четыре пункта. Но, ребята, также есть небольшое но. У вот этих PSG 600 по идее есть покрасочные работы. То есть TX-D1, TX-D2, TX-D4. Но я не знаю, как они работают. Потому что в самом тюнинге их нет. Они просто отсутствуют там. Я не знаю, как они спавнятся. Возможно, они спавнятся. Уже с такими текстурами. Если команда Alpha Team смотрит данный обзор, данный апдейт. Скажите, пожалуйста, как работают покрасочные работы на байках. Потому что я не могу их просто взять, затюнить в тюнинг ателье. Я могу просто перекрасить его. Но там есть покрасочные работы. Это реально. Вот вы откроете файлы модлоудера. PSG 600. Вы увидите. Там есть четыре покраски. Но как они работают. Как их активировать. Я без понятия. Возможно, я в этом вопросе нубас. Не знаю, друзья. Но, в принципе, это все. Вот такой вот апдейт. Наверное, последний. Потому что я не знаю, что еще обновлять. Все байки шикарные. Только байки, которые мне не особо нравились. Я их обновил. Кое-что добавил. Так что такой вот апдейт. Надеюсь, вам понравится. Также обновил превьюшку. Теперь там красный фон вместо того, какого-то ядреного желтого. Так что всем спасибо за просмотр. Be safe. Be well. And God bless you. Arigato. Удачи. Пока. Это был такой вот обзор. Adios. Redeverche. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья. Это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.